друзья всем привет с вами снова и добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это новинка от компании xiaomi которые можно смело назвать маленьким субфлагманом в линейке xiaomi 12 это младшая модель но при этом если честно она одна из лучших по соотношению цена железо и качество сегодня мы говорим о сяоми 12x ну а прежде чем и начнем хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину play.ru за предоставление этого смартфона на обзор именно в интернет-магазине play.ru по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны планшеты ноутбуки компьютеры а также бытовую технику в общем проходите по ссылочке в описании нам и будем начинать что бросается в глаза сразу это две вещи первое шикарнейший amoled экран безграничный экран он же экран водопад ну и размеры это действительно один из самых компактных маленьких легких и я бы даже сказал уютных смартфонов которые мне довелось держать в руках за последний ну наверно год точно не так часто сейчас ты увидишь вот такое вот компактное устройство которое без ложной скромности можно назвать ну скажем так относительно флагманским ну субфлагманским точно ведь 870 snapdragon пусть и двухлетней давности но флагманский процессор который до сих пор может дать жару и я если честно очень сильно очень сильно благодарен сяоми что здесь не поставили 888 хотя по большому счету могли бы потому что в 12 pro 12 ультра там же стоит snapdragon 8 gen 1 и вроде как просился сюда как раз таки прошлогодний 888 но сяоми решила все-таки поставить сюда поза прошлогодний флагман 870 и не прогадала этого процессора до сих пор за глаза для всего и для игр и для повседнева но при всем при этом он абсолютно холодный не греется не троттлит в общем ведет себя прекраснейшим образом телефончик действительно понравился очень приятно лежит в руках очень компактный и в принципе при экране шесть целых три десятых дюйма но 628 если быть точным я даже не ожидал что он может быть таким маленьким и ведь если берешь в руки телефон 6 половиной дюймов вот пожалуйста для сравнения redmi 10 посмотрите какая-то огромная тяжелая массивная лопата по сравнению с этим малышом у которого диагональ всего лишь на две десятых дюйма меньше действительно шикарно смотрится очень мне нравится вот этот экран каких-то ложных срабатываний абсолютно нету мне приятно и удобно держать его в руках и я собственно говоря не боюсь прижимать пальцы к боковинам действительно ничего вот за время использования у меня лишний раз не нажалось не прокрутилась здесь можно отдать должное компании сяоми они поработали хорошо но при всем при этом насколько же удобно и приятно скользит палец и вот эта вот анимация когда иконки как бы вы ползают с боковых граней блин это действительно очень классно плюс ко всему все очень плавно работает 120 герц экран ну и естественно оптимизация miui 13 здесь все очень и очень классно потому что двенадцатая версия если честно была монструозной тяжелый плохо работала было плохо оптимизировано вот тринадцатая стала полегче что ли повоздушнее хотя визуально почти ничего не поменялось но при всем при этом телефон ощущается совершенно по-другому но очень странно почему из коробки здесь 11 android до 13 miui но android тоже хотелось бы видеть уже здесь 12 но в общем странно хотя надеюсь что 12x 12 версия android все-таки с обновлениями прошивок получит по звуку здесь все шикарно два динамика harman cardone которые находятся у нас снизу и сверху на одной грани поэтому смотреть допустим кино или слушать музыку лучше вот таким вот образом чтобы не перекрывать динамики звучат они бомбезно очень мощный очень приятный насыщенный звук действительно ощущается что это не просто красивая надпись harman cardone а что действительно этот производитель поработал с звуком кодеками ну и с оптимизацией действительно очень громко и очень насыщенно телефончик звучит экран также радует тем что здесь у нас завода наклеена пленочкой я сначала даже подумал что ее нету настолько хорошо это сделано потому что на боковинках она присутствует в общем она есть причем с очень хорошей олеофобкой и отпечатки пальцев практически не остаются так что пленку эту пользуйте по максимуму пока есть возможность не отрывайте на самом деле очень классно но естественно материалы корпуса здесь абсолютно никого не оставит равнодушным металлическая рамка очень премиально ощущается экран прикрыт у нас новейший горилла риктос так что защита здесь у нас конечно полноценная но и телефон при всем при этом несмотря на то что металлический стеклянный остается довольно изящным и воздушным весит порядка 175 грамм что согласитесь в наше время очень неплохо опять же учитывая что аккумулятор здесь остался достойный четыре с половиной тысячи миллиампер и забегая вперед могу сказать что его смело хватает на полтора дня довольно активной работы а если сильно его не напрягать то и на два дня телефончик работает шустро практически не греется и кстати о производительности и цифрах давайте посмотрим здесь все довольно неплохо хотя 870 иной раз показывает порядка 700 тысяч баллов на некоторых телефонах здесь вполне возможно можно поставить производительный режим в батарее игровой режим и телефон наберет чуть больше баллов но в моей задачи не стояло ставить какие-то рекорды производительности я в игрушки на телефонах не играю и предпочитаю иметь мощность как говорится запасом потому что я знаю что телефона мне хватит надолго и он справится с любыми задачами вот здесь вот есть такое ощущение процессор этот несмотря на то что не самый свежий но я уверен что на ближайшие два а то и три года его будет вполне себе достаточно geekbench показывает тоже отличные результаты почти что 700 баллов на одну ядру и более трех тысяч на все восемь шикарный процессор накопитель здесь у нас ufs 3 очень шустрый более 600 мигов мы получаем на запись и почти но чуть-чуть не дотягивает до полутора тысяч мигов на чтение очень хорошая производительность очень шустрый накопитель но вам нужно заранее понимать что вы планируете делать и сколько места вам понадобится ибо возможности расширить место за счет sd карты здесь у нас нет вы покупаете версию либо 128 либо 256 и именно с этой памятью телефон у вас и останется так что если вы предпочитаете играть в игрушки тяжелые много музыки слушать и уж не говоря о записи видео 4к 60 кадров в секунду что этот телефон позволяет делать берите телефон на 256 ибо 128 улетит очень быстро ну и как говорится показательные выступления троттлинг тест абсолютно зеленый график максимальная производительность 173 и средняя 168 гипс иногда были падение до 94 процентов но это как говорится ерунда по сравнению с тем как троттлит 888 печка которую обуздать очень сложно и немногим это удавалось так что повторюсь я еще раз рад я что здесь 870 это действительно один из лучших процессоров за последние два два с половиной года вай фай модуль здесь у нас двухдиапазонный плюс с поддержкой вай фай 6 и 300 мегабит выдает мне провайдер как говорится результат налицо все шикарно но и естественно gps модуль всегда тестирую так как автомобилист быстро нашел спутники точность неплохая 3 метра практически все спутники в зеленой зоне в общем никаких вопросов к телефону как gps навигатору у меня нет но естественно в игрушки вы тоже сможете поиграть я как говорится особо не играю в телефонах предпочитаю все-таки приставки и ноутбуки но тем не менее тот же пап же тот же call of duty даже геншин идут не чихая но все вы это прекрасно знаете я думаю повторяться уже не стоит миллион тестов было миллион телефонов на 870 snapdragon и различные игрушки тестировали тот же геншин никаких вопросов телефон немножко нагревался когда играешь в геншин где-то примерно за час улетает 27 28 процентов что абсолютно нормальная игра тяжелая но тем не менее свои 45 50 кадров на высоких настройках телефон тянет без всяких проблем и напрягов так что вы поиграете без всяких вопросов во все самое современное на этом телефоне и будете играть еще ближайшие 2-3 года ну и конечно же на вкусненькое я решил поговорить о камере а здесь есть о чем поговорить ибо модули здесь прекрасные и нету бесполезных двух мегапиксельников которые сплошь и рядом ставят в бюджетные среднебюджетные телефоны основной модуль 50 мегапикселей и это у нас sony amx 766 современный очень неплохой модуль причем с оптической стабилизацией 13 мегапиксельный широкоугольный модуль с углом охвата 123 градуса и 5 мегапиксельный макро модуль никаких тебе бесполезных двух мегапиксельников фронтальная камера здесь не супер дупер но неплохая 32 мегапикселя все это дело умеет писать видео вплоть до 8к 8к пишется в 24 кадра в секунду но это на мой взгляд даже на текущий момент времени абсолютно бесполезно а вот 4к 60 кадров в секунду это очень хорошо и телефончик поддерживает запись этого видео с шикарным битрейтом с хорошей стабилизации и видео смотрится ну действительно шикарно что касается фото и видео давайте посмотрим на примеры не будем долго говорить и вы все сами для себя решите и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Видеосъемка ведется в формате 1080p, 4K и даже 8K. Имеется оптическая стабилизация, картинка получается очень мягкой, очень плавной. И радует глаз цветопередача и детализация. Сейчас я снимаю как раз таки в 4K 60 кадров в секунду. Понятное дело, что рендерить я буду в итоге в Full HD 60 кадров. Но поверьте мне, когда рендеришь видео из 4K, разница получается колоссальной по детализации. Здесь придраться абсолютно невозможно. Действительно шикарная картинка. Отлично все выглядит, очень плавно. Но вот на фронтальную камеру, к сожалению, 4K нам не доступно. Возможно снимать только в Full HD 30 либо 60 кадров в секунду. Сейчас снимаю как раз таки в Full HD 60 кадров в секунду. И вот такую вот картинку мы получаем. Сейчас уже вечер, закат можно сказать так. Но тем не менее солнце довольно активное, довольно яркое. И я вижу, что довольно сильно пересвечивает задний план. Хотя сейчас я снимаю по солнцу. Мое лицо хорошо освещено. Я полностью в кадре. А вот задний план у меня очень сильно пересвечен. Вот такой вот 12X, который позволяет делать действительно классные фотографии. Причем не только на улице, но и в помещении, когда света не так много. Который записывает прекрасные видео. Ну действительно насыщенные, красочные, да еще и с хорошей стабилизацией. В общем и целом очень удачная модель получилась. И как мне кажется, своих денег она точно стоит. Ну а если покупать его не за официальный RST-шный прайс. Не за те деньги, которые просят за этот телефон, скажем так, в сетях у нас. А за ценник более адекватный на том же Алиэкспресс. То это вообще беспроигрышный вариант на ближайшие 2-3 года. В общем, если присматриваете себе сейчас модель с шикарным экраном, стереозвуком, оптической стабилизацией и мощным железом, присмотритесь. Тем более, что таких малышей с такими параметрами, ну практически больше никто не делает. Надеюсь данный обзор вам понравился. Обязательно поставьте лайк. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду прощаться с вами Лайс. Всем пока.